Праздник под открытым небом – одна из основных рекомендаций по проведению выпускного бала. 18 июня все 468 выпускников соберутся традиционно на театральной площади. В этом году пандемия коронавируса несла значительные изменения в образовательный процесс, в том числе и в проведении праздничных мероприятий. Однако, ввиду стабильной ситуации руководством республики было принято решение устроить долгожданный праздник для выпускников, провести последний звонок и выпускной бал. 17 июня во всех школах республики в 10 часов утра, возможно некоторые корректировки небольшие по времени, будут проведены праздники, линейки торжественные. Мы рекомендуем по возможности провести их на открытых площадках, то есть не в помещении. Но опять-таки это будет связано с погодными нашими условиями, безусловно. И я так думаю, что в этот день после линейки, возможно, многие дети останутся в школах, пообщаться с учителями, друг с другом, потому что они давно друг друга не видели. Но это будет именно праздник, связанный с последним звонком. Еще одно немаловажное условие для всех, кто решит поздравить выпускников и прийти на мероприятие – соблюдение масочного режима и дезинфекция рук. Кроме того, образовательным учреждениям рекомендовано провести праздник с наименьшим количеством людей. Уже завтра в республику должны привезти выпускников, которые стали за ее пределами из-за закрытия дорожного сообщения с Россией. Все они будут находиться на карантине две недели. Именно с учетом этого и была определена дата последнего звонка. Учитывая ту ситуацию, которая будет складываться, я имею в виду эпидемиологическую ситуацию, поэтому конкретно сказать что-то более точнее я на данный момент пока не могу. Мы очень хорошо понимаем все опасения, но также понимаем, что выпускники ждут этот праздник. Мы должны его провести. Рассчитываем на сознательность и выпускников, и родителей, и всех гостей для того, чтобы праздник прошел без эксцессов и не оставил негативного впечатления. Дворец детского творчества приступила к разработке плана проведения мероприятия. Ежегодное театрализованное представление со сказочными персонажами и насыщенной концертной программой радует выпускников со всей республики, в том числе и районов. Будет проведен республиканский выпускной бал. Организатором, как всегда, будет являться Дворец детского творчества, коллектив которого уже продумывает и сценарный план, и максимально будет использовать возможности для того, чтобы праздник получился ярким, запоминающимся. Конечно, пригласить исполнителей известных из Северной Осетии или из других регионов России мы, конечно, в этом году не можем, но я абсолютно уверена, что те исполнители, которыми гордится Южная Осетия, сделают наш праздник ярким. Кроме того, в течение двух дней правоохранительные органы будут работать в особом режиме совместно с другими профильными структурами. Яна Плева, Александр Кочиев, информационный выпуск «Сегодня».